В общем, Костя, расскажи, как ты машину взломал. Никак. Автомобиль Chevrolet Tahoe, 2008 год, четырехступенчатая коробка. Я появился сейчас только в данный момент. Что до этого произошло? У нас коробка перестала переключать передачи. Товарищ не нашел лучшего решения, чем взять, купить контрактную коробку в обмен на свою. Установил это все дело в стороннем сервисе. Ситуация не изменилась. У нас коробка как не едет, так передачи не переключает. В общем, рассказываю, как это выглядит наглядно. Мы включаем заднюю скорость, реверс. Автомобиль четенько едет, все отлично. У нас задняя передача просто по механике управляется чисто. Теперь включаем драйв. И автомобиль очень нехотя едет. И едет он у нас на третьей передаче. Нафиксированной. У нас можем по диагностике посмотреть положение. У нас всегда положение третьей передачи включено. Причем, какой бы выбор передачи на селекторе не был. Заходим в чтение ошибок. Ошибка у нас общая. 0,7, 2, 0. Говорит о неисправности блока управления трансмиссией. Либо проблемы по электрической части. В общем, что. Берем мы, открываем схематику. Потому что на память невозможно все помнить, как выглядят все трансмиссии. Вот, открываем схематику по нашему автомобилю, по нашей коробочке. И смотрим. У нас один предохранитель на зажигание на Ignition. Он у нас в порядке. У нас второй предохранитель на 15 ампер. И у нас третий предохранитель на 15 ампер. Вот, все проверили. У нас на основное питание выходят три предохранителя. Что мы делаем? Мы идем, открываем капот. Капотину. Да новый-то не нужен. Мы уже два спалили. Вот, мы открываем капотину. Лезем искать эти предохранители. Значит, по Ignition все нормально. По второму преду нормально. И вот третий предохранитель есть. До этого уже тут свежий стоял. Сейчас сфокусируем. Смотрим. А он уже подплавленный. То есть мы установили новый предохранитель. Его хватило не на сколько. На секунду. 5 метров проехали. Увидели, что коробка у нас адекватно переключает. И предохранитель сгорел опять. Так вот. К чему это все? Ребята, прежде чем что-то ремонтировать, отправлять в ремонт, покупать запчасти, детали, коробки. Сколько ты за коробку отдал? 150 плюс 1. 150 плюс обмен, плюс снять, поставить. Вместе с маслами. 40. Итого 200 тысяч в пользу зрительного зала. А все из-за причины сгоревшего предохранителя за 5 рублей. Но при установке нового предохранителя, новый предохранитель также горит. Надо искать проблему по электрической цепи. Где-то что-то у нас замыкает. Замыкает так, что преданно 15 ампер у нас плавится мгновенно. Это сделать несложно. Это сделать гораздо дешевле, чем отдать 200 тысяч за коробку. Уже после того, как разберемся с электрической частью, можно будет диагностировать коробку, ее переключение. Сейчас у нас АКПП всегда в положении 3. Потому что у нас не приходит питание на блок Т7. У нас, следовательно, коробка не видит обороты двигателя. У нас коробка не видит текущую скорость. Многие моменты не видит. Поэтому не происходит переключение. Поэтому у нас режим защиты, аварийный режим, всегда включен на третья передача. А задняя работает без проблем. То есть включаем реверс. И все, и автомобиль вообще поехал очень бодренько. Плюс АКПП у нас отлично держит стал тест. Это показатель по гидротрансформатору. Включаем драйв. Нога на тормозе. И полностью газ. Все, 2800 стал, держит как и должна. И, в общем, по итогу мы открываем схематику. Смотрим. Трансигнишн 1. Пред на 15 ампер, который у нас горит. Смотрим схематику. Вот у нас провод пошел розовый. Вот он приходит у нас на разъем. И пошло разветвление. И один провод у нас уходит. На 31 пин. Это как раз и гнишн. Зажигание. На блок управления трансмиссией. ТСМ модуль. И второй у нас проводочек пошел. Пятый пошел у нас дальше. Сейчас это дело сфокусируем. И у нас пятый приходит на само КПП. Смотрим, куда у нас идет. А это как раз у нас питание всех соленоидов. Соленоид 3.2, соленоид 2.3. У нас датчик скорости коробки. У нас блокировка гидротрансформатора. У нас соленоид 1.2. У нас соленоид блокировки гидротрансформатора. То есть, именно из-за этого у нас нет никаких переключений. Ни 1.2, ни 2.3, ни 3.4. У нас тупо сейчас происходит механическая работа. Трансмиссия в третьей передаче. Поэтому, чтобы решить эту проблему, нам нужно найти, где у нас замыкает вот этот розовый провод, который у нас идет на блок АКПП и на мозги коробки. На блок ТСМ. Все. Стоит это, Костя, гораздо дешевле, да? Теперь уже да. Ну и как бывает. Так что, ребята, прежде чем что-то чинить, покупать, ремонтировать, лезть в что-то, продиагностируйте нормально, посмотрите описание, которое каждая ошибка дает. Это выйдет намного дешевле, чем покупать трансмиссии. Однозначно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...